МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Это передача «Честная песня». Я ее ведущий Михаил Грубов. Давно у нас не было красивых девушек в программе. Вот сегодня у меня замечательный автор-исполнитель Наталья Онегина. Наташа, спасибо, что приехала. Очень приятно будет с тобой пообщаться. Автор-исполнитель, это значит певица, композитор и поэт. Значит, родилась в Новосибирске. Да, родилась в Новосибирске и жила большую часть жизни тоже в Новосибирске. У меня просто вопрос такой еще, когда я стал изучать там что-то, что я нашел, что ты в подростковом возрасте пошла в музыкальную школу, то есть тебе там в 16 лет. В 16 лет обычно все бросают. Не в 16, а где-то так в 15. Ну, 15, это такой возраст, такой сложный для подросткового именно возраст. То есть в этом возрасте все бросают музыкальную школу. А ты, Паша, что сподвигло, что за желание такое бешеное? Ну, я особо ни в какие кружки не ходила. Вот мне хотелось вот как-то петь, заявить о себе. Я узнала, что есть хор. Я на него записалась сама в 12 или в 13 лет. И просто сказала об этом родителям. Либо нет, они меня отвели, да. А потом все пошло-поехало. То есть я начала петь в хоре. А вот позднее начала ходить в музыкальную студию, на фортепиано заниматься. А потом сказала, что я вот поступаю в музыкальную школу для взрослых. И мне нужно фортепиано. И просто нужно сказать огромное спасибо моим родителям. У нас, естественно, не было фортепиано. То есть я поставила просто их перед фактом, что я все записалась уже. Вот сначала мы ходили по друзьям, занимались. Потом я поняла, что все-таки мне нужен свой инструмент. И родители, спасибо им огромное, нашли инструмент. Они купили его за 100 рублей. Он назывался Сибирь. Тогда это были нормальные деньги в 90-х годах. И на четвертый этаж, вот мой папа, это пианино. С рабочими, естественно, принес. До сих пор вспоминаю. Спасибо. Начала я заниматься так. Да, ну а что, тебя хор на это подвиг или вообще? Потому что сейчас 15-16 лет, это же улица, это же там свидания первые какие-то. Я никогда не ходила на улицу особо. То есть у меня была улица там в 6, в 7, в 8 лет. Потом как-то так. Я сидела, делала уроки. Ты домашняя девочка? Да, я домашняя. То есть я приходила со школы, сидела, делала уроки. А потом вот я начала интересоваться музыкой. Естественно, все эти утренние почты, все эти концерты. В общем-то, мы жили этим всем. Показали там нового исполнителя, новую песню. Все обсуждаем, да. Ну, так все и началось. То есть, в принципе, вот какие-то мои такие песенные представления, вот любовь к музыке, она, в принципе, складывалась именно с помощью ТВ. То, что показывали, показывали, конечно, мало. Но все равно я очень сильно полюбила музыку. И просто до сих пор считаю, что это, в принципе, моя жизнь. Ну, хорошо. А вот ты в музыкальную школу пришла, но тоже как бы... Ну, все равно это взрослые девочки 15. Обычно там живут с 5-7 лет. Я и не закончила, самое интересное. Вот, нет, подожди. А вот когда ты пришла в музыкальную школу, какая реакция вот педагогов была? То есть тебе какие-то вопросы задали, почему? Вот мне тоже просто это интересно, вот этот вот возраст. Самое интересное было в музыкальной студии. Это было в ДКЖ в Новосибирске. То есть я была в первом классе, и вот там были какие-то концерты, и там занимались дети и я. Вот это, да, там объявляли ученицы первого класса. А в музыкальной школе для взрослых у нас там все были взрослые. Кстати, им тоже привет большой. Очень хорошая школа есть у нас там в Новосибирске. Музыкальная школа для взрослых. То есть там взрослые люди приходят и занимаются на гитаре, эстрадным вокалом, фортепиано. А ты после хора? Ты сначала хор там? Да, я потом училась еще на хоровое поступила. Отделение училась там два года. А потом только вот я на эстрадное сумела поступить. Звучала джаз, эстрада. Вот так. Ну, как бы это все было сложно. Не с первого раза, так скажем. А почему ты так подчеркнула? Ну, я ее не закончила. Что помешало? Так я не закончила, потому что я закончила школу. Мне нужно было поступать. Вообще-то я еще рисовала плюс. И я собиралась поступать на художественно-графический факультет. То есть рисовать. Потому что все говорили, вот она хорошо рисует. Я особо не знала, куда мне поступать после школы. То есть закончила 11 классов и все. Ну, вот. И начала поступать. В общем, там было 10 человек на место. Я вся такая в мечтах, в своих грезах. Естественно, я не поступила. Хотя ходила и на подготовительные курсы. И 10 человек на место. И так я освободилась, в общем-то. Я вот вышла оттуда. Когда я узнала, что я не поступила. Я прям вот выдохнула. И решила тогда, что я буду заниматься музыкой. И один год у меня, вот, как я закончила школу, все троечники, в принципе, поступили. Все поступили. Только я никуда не поступила. Я училась всегда на 4-5. И я этот год посвятила обучению в музыкальной школе, вот в этой, для взрослых. Год закончила за два. И потом вот я начала поступать сначала в музыкальный. Колледж культуры, музыкальный колледж и так далее. Это так далее. Мы с тобой об этом тоже поговорим. Потому что сейчас мы посмотрим, послушаем. Это очень, да, я могу рассказывать до вечера все это. Это хорошо, потому что это интересно. Мы сейчас посмотрим, послушаем Звон обручальных колец. И про эту песню я тоже хотел у тебя спросить. Хорошо. Смотрим, слушаем Наталья Ионегина. Звон обручальных колец. Ты мне свою улыбку подари. Скажи еще раз о своей любви. И праздничное свадебное платье Могу тебе сегодня показать я. Ты за руку возьми, не отпускай. И шепотом меня ты поздравляй. С днем свадьбы с долгожданным этим чудом, Которое с тобою не забудем. Звон обручальных колец. Музыка двух сердец. Сказки красивой начала. Где места нет печали. Звон обручальных колец. Музыка двух сердец. Музыка двух сердец. Музыка двух сердец. Музыка двух сердец. Сказки красивой начала. Музыка двух сердец. Сказки красивой начала. Где все волшебным стало. Музыка двух сердец. Музыка двух сердец. Музыка двух сердец. Звона вручальных колец Музыка двух сердец Сказки красивой начала Где места нет печали Звона вручальных колец Музыка двух сердец Сказки красивой начала Где все волшебным стало Мы с тобой вот до эфира Про звона вручальных колец Ты сказала, что это популярная вещь Она как бы ей даже у тебя там На свадьбу благословляет Даже без участия тебя эта песня звучит Где-то там, то есть она пошла в народ Ну это уже другая песня благословляю Их две свадебные песни Благословляю танец мамы и сына На стихи Тамары Нестеровой А это звон обручальных колец Это моя песня То есть там и музыка, и слова мои Вот эти свадебные песни В принципе они пошли в народ Они используются и как Для музыкальных клипов И вот мама, например, если благословляет сына На счастливую жизнь На счастливый брак Эта песня звучит Иногда мне мамы пишут Мы собираемся учить песню Благословляю Вот, как лучше ее спеть Мы разучиваем То есть они слышат мою запись Выбирают ее где-то То есть без моего участия абсолютно И они ее разучивают И исполняют сами Есть даже вот На ютюбе Там три миллиона просмотров Мама поет сыну Вот, а песня моя Хорошо, значит Потом у тебя эстрадная студия Каприз Да, это как раз Чтобы мне не терять год Который я никуда не поступила Я буквально случайно Увидела объявление на ДК Мне было 16 лет Я закончила школу в 16 Я в 6 лет пошла Раньше не брали 6 лет Но меня взяли У меня там знакомства были Что родители в этой школе учились Вот Я просто по объявлению Зашла в студию Очень стеснялась сильно Потому что я вообще Очень такая была застенчивая Очень стеснительная И вот стала там Сочинять песни в 16 лет Для тех, кто там пел Ну, фактически, да Это было ДК ДК Ну, все равно я очень, конечно Вот, вспоминаю этот период С благодарностью Спасибо руководителю студии Федору Борисовичу Филатову Вот, потому что он, в принципе Вот какую-то веру в себя в меня Внушил, не знаю А вот помог мне, в принципе Раскрыться, как именно вот Такой творческой личности И потом я запела Вот в этой студии То есть я стала там вокалисткой Начала петь Это случилось как раз в тот год Когда я никуда не поступила То есть, ну, для меня Это было все очень серьезно Вот, уже потом я решила Что я хочу заниматься музыкой Профессионально Но уже параллельно Я работала с ними Вот во всяких кафе В ресторанах То есть мне вот сказали Выучить какой-то там материал Вот я узнала, что можно петь Оказывается, не только свои песни Но и еще какие-то Я этого не знала никогда Я не знала, что в ресторанах Вообще поют То есть у нас были концерты Там различные День шофера Там еще что-то Это была сцена Это была там иногда Огромная сцена А тут вот, например, в кафе То есть я пришла Для меня это был тоже концерт Кафе Ресторан То есть и в принципе И потом так вот как-то повелось Что я пела Различные репертуары Для меня всегда Это была сцена Не важно какая Там высокая Нет сцены Для меня это всегда концерт Так где-то лет 15 прошло Подожди, а вот каприз Когда ты начала Там писала песни, ты говоришь А до этого у тебя был опыт Написания песен? Когда ты вообще первый раз написала И когда-то в себя поверилась Для кого-то писать У меня в 13 лет Начала просто стишки писать Дома для себя Да А потом я уже вот С этой тетрадкой Пришла туда И начала писать уже, конечно Другие песни У меня начало получаться А музыку? А музыку нет пока Нет Но это тогда пока Сейчас ты пишешь музыку или нет? Вот смотрите, да То есть вот эти вот Этот период прошел Ну где-то года 2-3 Вот потом была просто работа Вокалисткой Во всяких коллективах В ресторанах, в кафе Вот так же музыкальный колледж Как-то это все отошло Свои песни Ну как-то так Что-то я решила Что никому особо это Не интересно Ну смысл этим заниматься А потом уже Будучи взрослым человеком Уже когда мне было за 35 Я снова начала Снова начала Вот попала на курс По написанию песен И у меня второе дыхание Пришло Я вот в 13-м году Я начала писать песни Уже совершенно другие Естественно Вот Хорошо Давай мы тогда еще Послушаем Сейчас Наталья Онегина Песня «Мама» Смотрим Слушаем Мама Мама Первое слово Которое ты Говоришь И его Не фальшивые ноты Становятся песней Все, что видишь И слышишь И что никогда Не простишь Только мамой Дано И тебя Вы придумали Вместе А когда Настает Новый день Снова Видишь Ее Над кроваткой Твоей Над судьбой И над целою Жизнью Все меняется И чередом Непонятным Идет Остается Любовь Наших Самых Любимых И близких Моя Родная И любимая Мама И всех На свете Самых Лучших Слов Мало Чтобы Сказать Тебе Спасибо За Любовь Твою И Говорить Тебе Как Сильно Я Тебя Люблю Моя Родная И Любимая Мама И всех На свете Самых Лучших Слов Мало Чтобы Сказать Тебе Спасибо За Любовь Твою И Говорить Тебе Как Сильно Я Тебя Люблю Мама Первое Счастье И Первое Чувство Любви Ты Несешь Ее В сердце Сквозь Радости Буря Невзгоды А Когда От Отчаяния Трудно Слова Говорит Мама Первое Что Произносим В любую Погоду И Тогда Нам Становится Легче Тепле На Душе И Лицо Согревает Улыбка И Капают Слезы Пусть Мы Взрослыми Стали И Нам Не Двенадцать Уже Для Признания В любви Нашим Мам Нисколько Не Позно Моя Родная И Любимая Мама И Всех На Свете Самых Лучших Слов Мало Мама 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 Всегда Со мной Рядом Она Всегда Мне Помогает Всегда Меня Поддерживает И Эта Песня Появилась Именно После Нашего Разговора И Я Решила Приблизить Ее Именно К Стилю Шансон Вот Я Думаю Что Получилось А Вот К Стилю Шансон Ты Кому Себя Относишь К Какому Жанру Или Тебе Дело В том Что Мой Первый Альбом Я Выпустила На Студии Ночное Такси И Там В принципе Жанр Русская Песня Поддерживается Шансон Вот Поэтому Так и Пошло Что Я Шансон Ну Я считаю Что Мой стиль Все-таки Это Такая Эстрадная Музыка Русская Эстрада Русская Песня Но Некоторые Песни Я решила Делать Именно В таком Хорошем Стиле Вот Именно Если Это Шансон То Он Будет Сделать Хорошо Спит Хорошо Это Хорошо Сказал В хорошем Стиле Шансон Я Попросила Пианиста Чтобы Он Там Заморочился В одной Песне И сыграл Мне Соло То есть Я решила Что Если Я буду Делать Такие Песни То Они Будут Вообще Хорошие Звучать Хорошо Будут Вот Так Смотри Потом У тебя Музыкальный Колледж Эстрадно Джазовый Сколько Ты там На это Время Потратила Четыре Года То есть Ты полноценно Отучила Музыкальный Колледж Да Артистка Оркестра У меня Есть Диплом Только Оркестра До сих пор Не нашла Свой Ну слушай Сейчас Оркестр Накладный Иметь Ты же Понимаешь Музыкальный Колледж Вот Эстрадно Джазовый Вокал У тебя Когда Там Училась Какие-то Гастроли Уже Происходили У тебя Там У тебя Какая Жизнь Была Я Параллельно Работала С первого Курса До последнего Фактически Работала В ресторанах В Новосибирске Или где Да Новосибирске Но я там Уже И начала Джаз Изучать Петь И иностранные Песни Группа У нас Была Тоже Из студентов Мы выступали Во всяких Пабах Уже Тогда Они только Начали Открываться Вот Хорошо А в Москву Когда ты Стартанула Я Семь лет Назад Приехала Одна Поехала Нет С семьей А С семьей Все У тебя Про семью Скажи Пожалуйста Ну у меня Муж тоже Поет Он Вокалист Очень Сильный Он вообще В филармонии У нас Работал Ранее Вот Потом Я ему Рассказала Как можно Эстрадные Песни Петь Он научился Начал Работать Со мной То есть У вас Как бы Сейчас Дуэт Он Больше Классический Был Локалист Так Да Вот это Вообще Я не знал Вот это И Дуэт Значит Как вы Себя Объявляете Вас Объявляют Как Ну У нас Есть Одна Дуэтная Песня Написанная Годовщине Свадьбы Свадьбы И Эта Песня Кстати Тоже Она Была В топе Тиктока Несколько Лет То есть Люди Делают Там Всякие Видео Друг Друга Поздравляют Эта Песня Вот Есть Такая Песня Объявляют Вас Как Когда Вы Выходите Вот Если Двоем Дуэт Объявляют Наталья Онегина И Олег Несоленов А Нет Просто Я Может Дуэт Как-то Называется То есть Вы Сейчас Работаете Вместе Иногда Если Мероприятие То да В основном Отдельно То есть Он Работает На своих Концертах Я На своих Нам Так Нормально Комфортно Слушай А У вас В багаже Я про мужа Не слышал Мне просто Интересно У него В багаже Он Тоже Где-то В фестивале Коктейла Или что У него Или он Просто Сольно Выступает И даже Никуда Не пытается Просто Работает Почему Он выступает У него Еще есть Номер Оригинального Жанра Он еще Играет На бокалах И вот Например Если у нас Какие-то Мероприятия Вместе Он у меня Еще Выходит Со своим Инструментом Играет На бокалах Ну Об этом Тоже На самом деле Можно Очень долго Рассказывать Мы Очень Творческие Люди Да Вот Интересно Я же Я вот Этого Не знаю Потому Что Я решила Это Не очень Задевать Не знаю Что Интереснее Во-первых Творческая Семья Это Уже Очень Интересно Но Нам Все Надо Прерываться Наталья Онегина Когда Есть Ты Смотрим Слушаем Мне говорят Что я Витаю В облаках Я в состоянии Полета Высоты Что Опуститься Мне С небес Давно Пора И Что Не рядом Ты Не рядом Ты А Я хочу Парить На Грешною Землей Не Замечая Ни Разлук Ни Серых Дней И Не Ломая Судьбы Просто Быть С тобой Хочу Любить Тебя И Просто Быть Твоей Ты Есть Ты Вокруг Меня Цветут Цветы И Солнце Светит Надо Мно Ты Для Меня Ты Только Мой В твоих Глазах Я вижу То Что Нужно Мне В твоих Словах Я Слышу Тайну Между Строк Тебя Я Вижу Наиву И в Сладком Сне И Целый Мир Тогда Лежит У Наших Ног Тогда Есть Ты Вокруг Меня Цветут Цветы И Солнце Светит Надо Со Мной Ты Для Меня Ты Только Мой Только Мой Я Так Хочу Тебе Отдать Своё Тепло И Не Утратить То Волнение И Дрожь И Не Жалеть О Том Что Это Всё Прошло А Просто Верить Что Ко Мне Ещё Прошло Прошло И Солнце Тебя Прошло Прошло А Ты только мой, только мой. Еще вот о многом есть что поговорить, но я не знаю, что уместится, о том поговорим. Смотри, у тебя потом Московский педагогический университет. Да, я закончила его. Да, значит, у тебя поступило, чтобы петь на английском. Да. Слушай, ну у тебя целеустремленная, это просто вызывает прям какое-то глубокое-глубокое уважение, чтобы петь на английском. Только концертов нету, а так я целеустремленная очень. Ну ладно, концерты сейчас, кстати, немногие... Я сейчас буду жаловаться. Не могут, немногие сейчас могут похвалиться концертами. На сегодняшний день так, к сожалению. Но я думаю, что у тебя будет все хорошо. Смотри, а вот я просто пометил дебют в Нью-Йорке. Мы сейчас с тобой вкратце поговорили. Дебют, это же дебют. Что имеется в виду дебют? Это я в первый раз со своей песней, вот написанной после большого перерыва, поехала на фестиваль в Нью-Йорке. Слушай, а как ты туда попала и что за фестиваль вообще в Нью-Йорке? Почему у нас никто не ездил, ты у нас одна такая? Это был фестиваль Ляму-Зон. Очень много было участников из Екатеринбурга, на самом деле. И его организовывала Алла Славина. И там в жюри группа Сибры была, Ермоленко. Ты с ним спела? Ну, мы все вместе потом спели с ним. Это было на Брайтон-Бич, в Мастер-театре, как говорится. Ну, то есть на этой вот русской улице, знаменитой. Ну, в общем, впечатление у тебя осталось хорошее от поездки. Да, и там впервые вот меня объявили как автора песен. И я на такой вот большой сцене выступила. Это был 13-й год. Слушай, ну здорово вообще. А там какое-то место или там как? Там я стала лауреатом. Мне сказали, что вот моя песня была выбрана для какого-то радио. Это хорошо все, интересно. Просто я знаю, что ты лауреат многих там к фестивалю где-то участвовал. Вот расскажи вот хотя бы. Ладно, из Нью-Йорка мы уехали. Что у тебя в России происходило? Где ты участвовал? В России. Потом я узнала, что есть у Владимира Стольного такой фестиваль, радио Столица. Я туда поехала. Еще у меня не было диска своего, не было альбома вот этого, кстати, который я вам принесла. Вот. Я поехала, и мне дали там гран-при. Вот так вот. То есть вот как раз там я пела песню «Когда есть ты». Вот эту песню я там пела. И то, которая вот в Америке тоже. И мне вот дали гран-при. Это было так неожиданно на самом деле. Вообще такой радостный день для меня. Я всегда буду его вспоминать за благодарность. И потом я уже вот издала свой альбом. Слушай, ну у тебя богатая биография просто. У тебя же, если я не ошибаюсь, работа в Великобритании и Китае. Так, что смешного? Или опять это вранье? Нет, какое вранье. Я ничего не знаю. Ну, в Великобритании, так скажем, когда я закончила университет в 2006 году, университет МПГУ, факультет иностранных языков. Опять же, я его закончила. Цель была у меня классно петь на английском, без акцента, чтобы никто уже ко мне не придирался и ничего не говорил. Но потом, естественно, все это вылилось в преподавание. Ну, вы сами понимаете, ребенок появился. Ну, началось. Я, в принципе, хороший учитель. Вот. И что сказать? Да, мы уехали. И вот пробыли там шесть месяцев. Вот в основном там выступал мой тогда еще друг. Потом уже муж стал. Он выступал на бокалах. Я ему просто помогала. И мы там жили, просто наслаждались. Вот я свой английский там оттачивала. Вот ходила там каждый день в национальную галерею, потому что она бесплатная там. Изучала всякие там картины. Наслаждалась жизнью. Ну, ты там не пела? Я пела там на одном конкурсе. В городе Брайтон. Там весь город Брайтон. Там где море красивое. Все. Океан. Вот. Для англоязычных исполнителей это был конкурс. Я пела там песню. Crazy. Вот эта песня. Та-та-та-та-та-та. Я прошла в финал. Ну, там как. Это было не для профессионалов. Я сказала, что я бедненькая учительница английского языка. Вот пришла поучаствовать. И я прошла в финал. Да. То есть там участвовали одни англичане, на самом деле. Слушай, ну, биография у тебя очень... Ну, на финал я не пошла, потому что мы там решили уже переезжать. Потом в Лондон уже там жить. Ну, в общем, как-то так. Я решила, что мне это даст. Ничего. Наташа, биография у тебя очень большая, такая интересная. Да. Вот. И, значит, пора уже как бы заканчивать нам. Я про Китай-то не рассказала. Как ты там публику веселила? Попели мы там, да. Ну, я уже просто обозначаю это, что мы заканчиваем. Потому что ты в Китае работала, в Великобритании ты тоже работала. Значит, пару слов еще скажи, кто твои песни исполняет. Дело в том, что я пишу песни не только для себя, но и для других исполнителей. Например, Елена Бакурова поет мою песню. Молодые исполнители. Вот. И также вот группа «Унесенные ветром» Татьяна Морозова поет две песни, которые я написала. Еще вот есть такая песня «Ты такой, ой-ой». Она звучала по радио тоже много лет уже. Вот Катрин Морой ее исполняет. Ну, и дальше я продолжаю сотрудничество. Да. Ну, в общем-то, ты профессионал, я так понимаю, что ты нормальный профессионал, только пока, вот как ты говоришь, концертов мало. Не, ну, их мало, но я всегда открыта для сотрудничества. Многие люди мне пишут, у меня есть, в принципе, фанаты, которые пишут. Мы ждем вас в Норильске, мы ждем вас там-то. Я говорю, я тоже с удовольствием бы там спела. Организаторы АУ. Ну, да, да. Хорошо. И, значит, еще один вопрос. Какая песня у тебя является твоей визитной карточкой? И будем прощаться. Ну, смотрите, для меня мне нравятся песни «Когда есть ты». Я считаю, что она могла бы стать хитом. Но моей визитной карточке для многих людей, я думаю, является, благословляю все-таки. Вот, что это вот песня, которая звучит и радует людей на мероприятиях, на различных. Вот, хотя ее не было никогда на радио, не было на ТВ. Хорошо, Наташа, я еще раз тебя благодарю, что приехала, что мы пообщались, очень тепло мы пообщались. Спасибо тебе, правда. Мне было приятно с тобой познакомиться и с твоим творчеством. Несколько слов нашим уважаемым зрителям. Будем прощаться. Дорогие друзья, все, кто любит и знает мои песни, мое творчество, очень вам благодарна за ваше внимание. Я обещаю, скоро появятся новые песни, потому что вы пишете и спрашиваете, ну, когда будут новые песни? Серьезно, скоро будут. Спасибо вам. Встретимся на концертах в Москве и в других городах. Это была передача «Честная песня». Я ее ведущий Михаил Грубов. У меня в гостях была Наталья Онегина. До встречи. Пока. Распахнул паруса восход, наступил этот день особенный. Кто посмотрит на вас, поймет. Друг для друга навеки созданы. Стал сынок ты главой семьи. Знаю, справишься обязательно. Словно летний букет прими. Нежность искренних слов от матери. Моей молитвой, как крылом, Пусть небеса твой дом укроют. Чтоб детский смех кружился в нем, Чтоб легче было счастье строить. Пускай за звезды ваших чувств Одним и близким ярко светит. Благословляю ваш союз, Благословляю путь ваш, дети. Слезы радости не унять, Молодая жена красавица, Дочкой хочется называть. Мне сыночек пою избранницу, А во взглядах у вас любовь, А на пальцах колечки ясные, В сердце матери вновь и вновь Обращается к сыну ласково. Моей молитвой, как крылом, Пусть небеса твой дом укроют, Чтоб детский смех кружился в нем, Чтоб легче было счастье строить. Пускай за звезды ваших чувств Родным и близким ярко светит. Благословляю ваш союз, Благословляю путь ваш, дети. Моей молитвой, как крылом, Пусть небеса твой дом укроют, Чтоб детский смех кружился в нем, Чтоб легче было счастье строить. Пускай за звезды ваших чувств Родным и близким ярко светит. Благословляю ваш союз, Благословляю путь ваш, дети. Моей молитвой, как крылом, Пусть небеса твой дом укроют, Чтоб детский смех кружился в нем, Чтоб легче было счастье строить. Пускай за звезды ваших чувств Родным и близким ярко светит. Благословляю ваш союз, Благословляю путь ваш, дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова